В афише говорилось, что главным призом станет путевка в Египет. И, конечно же, многие не удержались потратить 100-150 рублей, чтобы получить шанс отправиться в далекую и загадочную, а главное, теплую сейчас страну. Но не только корыстными интересами руководствовалась колымская молодежь, идя на представление. В той же афише было обещано грандиозное феерическое шоу. Ну а для того, чтобы праздник был еще более запоминающимся, желающим на него попасть было предложено нарядиться в костюмы. И хоть Новый год не за горами, а все равно не хватает ярких положительных эмоций и новых ощущений. А карнавала с тех самых пор, как появились, овеяны ауры и загадки. Когда надеваешь костюм, то сразу поднимается настроение и появляется предвкушение чего-то необычного. Кстати, именно наряды гостей праздника и играли решающую роль в решении, кому же ехать в Египет. Но об этом чуть позже. А пока расскажем тем, кто это пропустил, что же это было за представление. Вы знаете, нам кажется, что в нашем дорогом городе очень мало проводится подобных мероприятий. То есть молодежь сидит, скучает, по подъездам там что-то жмется. Вот мы решили сделать так, чтобы каждый смог проявить свою фантазию, проявить свое творчество и показать это не только своим знакомым, но и всему городу. Мне показалось, что в эти два часа, что мы все здесь находились, нечто такое произошло очень странное. То есть это был не просто концерт, где люди официально сидели и наблюдали, как замечательно девочка поет, как хорошо мальчик танцует. Люди, они впитали эту атмосферу, они почувствовали это, они не стеснялись, они раскрылись. Мне кажется, это здорово. Кристина Морис и Екатерина Колесниченко известны колымскому зрителю по своей дипломной работе. Мюзиклу «Однажды в Манукуа». Уже тогда они заявили о себе. И вот сейчас девчонки всего за месяц вдвоем продумали мероприятия и привлекли все необходимые силы. Как то нашли спонсоров, которыми стали Нордойл и НЛС Голд, а к участию в шоу актеров драматического театра, артистов цирка «Вояж», танцевальный коллектив «Вариация», ребят из команды КВН «Магадан Антикурорт» и многих других. Из вышеперечисленного состава сразу становится понятным, что постановка была зрелищной, с юмором и во многом нестандартной. Собственно, да, кто вы такие? Мы – охотники за приведением! Мы – охотники за приведением! Спектакль перемежался выступлениями артистов цирка, которые не раз порождали бурю аплодисментов, а также всевозможными конкурсами. Причем, к чести Кристины и Екатерины, надо заметить, что все было выдержано в одном стиле и отражало основную тему. Если по сценарию в замке живут призраки, то в конкурсе двум добровольцам из зала предстояло побегать за привидениями, чтобы оставить отметку краской своего цвета. Конечно, за свои усилия все участники конкурсов получали призы. Организаторы не отказывали себе в удовольствии иногда над ними подшутить, но, как мы уже сказали, это было частью образов, которые ведущие для себя придумали. Только одному, конечно, прошу чуть-чуть, и я тебя люблю. Так, я сейчас приду. Субтитры делал DimaTorzok Два часа пролетели быстро и на одном дыхании. Хотя, естественно, все сидящие в зале ряженые с нетерпением ждали апогея – розыгрыша путевки в Египет. И вот кульминационный момент настал, и на сцену вышли все, кто успел подготовиться к мероприятию и придумать костюм. А таких оказалось немало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для принятия решения, кто окажется в тройке претендентов на главный приз, было приглашено жюри. По его мнению, достойными оказались обладатели трех нарядов – Дракула, Наполеон и пара в одежде египетских фараонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И с такой челюстью, я думаю, это вообще подвиг. Просто, на мой взгляд, самый интересный был костюм, и он все время был в образе. И вот счастливчики по воле жюри стали испытывать благосклонность к своей удаче. Надо было вытащить ключ, подходящий к замку в сундуке, где и лежала заветная путевка к теплому песку и солнцу. И победителями стали, вот уж действительно символично получилось, пара в одежде египетских фараонов. Правда, путевка всего одна, но радости от этого не меньше. Не каждый день выпадает такая удача. Как вы узнали об этом празднике? Мы услышали о нем по радио. Все, так узнали. По радио просто Андрей купил костюмы в командировке. Мне подруга услышала по радио и позвонила, сказала, она в курсе была про костюмы, что бегом сюда срочно. Хороший, в принципе, праздник просто, концерт. Но таких очень мало в городе. В городе, в общем, развлекаться-то уже отдыхать негде, как бы. И я только за такие мероприятия. Очень понравилось. Как будете делить путевку? Мы пока еще не решили. Мы не ожидали. Мы не знаем. Но вы рады? Вы когда-нибудь бывали в Египте? Нет, я вообще обожаю Египет и моя мечта туда попасть. Я тут уже не был. Не был в Египте ни разу. То есть получилось, что вы костюмы купили задолго до того, как узнали о празднике, и чисто случайно совпало тема? Или на Новый год? Да. Я во Владивостоке был, и как бы знаю увлечение своей девушки. Я купил просто два костюма в магазине. Нашел их случайно абсолютно. Это судьба. Поздравляю. Вот так здорово теперь можно отдохнуть в Магадане, поскольку было решено сделать проведение таких мероприятий регулярным. Так что, если вы заинтересовались, то ждите объявлений. О Кристине и Екатерине мы желаем продолжать свои творческие изыски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова